Во втором задании мы продолжим работать с созданной вами в первом задании таблицей, но здесь мы будем тренироваться на фильтрах. Смотрите, тоже нам в документе потребуется несколько листов. С вашего разрешения я не буду новый документ создавать, а просто тут буду создавать новые листы. Но в лабораторной работе, пожалуйста, сделайте два отдельных файлика в Excel. В одном только сортировка, а в другом только фильтры. А я просто покажу, как пользоваться фильтрами на примере того же самого файла в Excel. Итак, еще раз сказано, нужно отобразить регионы России, в которых в 60-м году численность населения составляла от 1200 до 1800 тысяч человек. 1200-1800. Вот год у нас 60-й. Во-первых, фильтр нужно включить. На вкладке «Данные» есть кнопка «Фильтр». Включаем ее. И вот тут, где фильтр, мы можем выбрать числовые фильтры, выбрать значение «Между», значит, 1.200.000, правильно, и 1.800.000. Нажимаем «Ок». Посмотрите, регионов стало довольно немного, у которых население было в этом диапазоне. И отсортировать данные в порядке убывания численности в 2010 году. Заходим в фильтр 2010 года. Сортировка от максимального к минимальному. Вот, видно, да? Фильтр по... Сейчас чуть-чуть растяну. Фильтр по... Тут данные скрылись. Фильтр по 2010 году. Сортировка по 2010 году. Так устроены фильтры. Давайте посмотрим, что еще нужно сделать. С помощью фильтра на втором листе отберите только те регионы России, в которых в 1950 году численность населения не превышала 1.500.000, да? А в 2010 году превысила 2500 человек. Данные сортируйте по названиям регионов от А до Я. Смотрите, ну, чтобы все сбросить, я просто отключу фильтр и снова включу. Здесь нам уже потребуется более сложная сортировка. Давайте еще раз посмотрим задание. В 1950 году численность населения не превышала 1.500.000 человек. 1950 год. Кажется, так, да? 50-й, да. Выбираем числовые фильтры. Меньше либо равно 1.500.000. Раз, два, три. Поставили. Видите, сразу регионы сократились. А в 2010 году превысило 2.500.000 человек. 2010 год. Это вот это. Ставим числовые фильтры. Больше либо равно 2.500.000. Ну вот, задание с подвохом, да? Поскольку здесь никаких регионов не отобразится у вас. Таких регионов нет. Ну, в моем варианте, в тех регионах, которые выбрал я. У кого-то эти регионы могут получиться. Будьте внимательны. С помощью фильтра на третьем листе отберите только те регионы России, в названии которых имеется буква А или Р. Смотрите, как это делается. Мы опять включаем фильтр. И тут, где регион, текстовые фильтры. И мы выбираем содержит. Содержит либо букву А, или содержит букву Р. Вот. Ну и, пожалуйста, говорим ОК. Ну вот у нас практически Самарская, Ставропольская, Тверская, Тульская А содержит. Ну, то есть, вот список регионов незначительно, но сократился. Буква А или Р есть практически везде. Ну, давайте убедимся, что тут все работает. Например, мы можем взять, просто посмотреть, поставить критерий И, чтобы там и А, и Р были одновременно. Ну, вот списочек чуть-чуть подсократился. Таких регионов у нас меньше. Не забудьте придумать название для листов, раскрасить ярлыки в разный цвет. Ну, и обратите внимание на оформление и форматирование. Материал текст должен быть приятно читаем и минимально оформлен. Спасибо за внимание.